Дорогие друзья, здравствуйте! Меня зовут Артём Гарин, я являюсь членом молодёжного экспертного совета фонда имени Миклуха Маклая, а также сотрудником Института Востоковедения Российской Академии Наук. И, как всегда, по-особенному рад, что сегодняшнее наше мероприятие проводится и с Новгородской землёй, и будет оно посвящено советским экспедициям XX века, первым отечественным этнографическим экспедициям на Новую Гвинею со времён Николая Николаевича Миклуха Маклая. Естественно, пару слов стоит сказать сначала о проекте «Экспедиция трёх веков по следам Николуха Маклая». Проект реализуется фондом имени Миклуха Маклая при поддержке фонда президентских грантов, при экспертной научной поддержке Института Океанского региона, Института Востоковедения, РАН, Всероссийской Ассоциации исследователей Южно-Тихоокеанского региона. Ну и благодаря этому проекту вы, во-первых, узнаете об отечественных исследованиях Нового Гвинея, о преемственности исследований в XIX, XX, XXI веках. И вместе с тем, если вы уже готовы, я думаю, вы готовы отправиться в экспедицию на Новую Гвинею. Если вы готовы, то вы можете представить свой план, план экспедиции, план исследований на берегу Маклая, в котором вы выразите свои предложения по тем аспектам, по тем наукам на Нового Гвинеи, которые вы можете использовать, какие аспекты, например, жизни новогвинейцев или, например, растительного, животного мира Нового Гвинеи. Все ваши заявки мы ждем, и поэтому, естественно, также могу заверить всех, что каждый из заявок будет подробно и тщательно рассмотрено. Ну и сами предпосылки этнографических экспедиций в Океанию, которые были на протяжении всего XX века, заключаются в следующем. После экспедиции Николая Николаевича Миклуха Маклая на Новую Гвинею в 1870-х, в 1880-х годах уже прошло довольно на тот момент большой промежуток, то есть был рубеж XIX века и XX. И экспедиции после Николая Николаевича Миклуха Маклая на Новую Гвинею и в саму Океанию в целом проводились все реже и реже. А зачем мы вовсе прекратились? Но уже в середине 1920-х годов в СССР начали выдвигаться планы по продолжению научных исследований новогвинейцев и океанейцев. Однако из-за политических перестановок, а затем и вовсе начавшейся Великой Отечественной войны, все работы на этом направлении были прекращены. И только в первые уже послевоенные годы, в распоряжение Академии наук СССР поступило судно «Витязь», которое стало совершать уже регулярные рейсы в Тихий океан. Правда, сначала в северную его часть, а затем уже и в южную. Но все эти экспедиции, они носили преимущественно океанологический характер. И вот тем не менее «Витязь» посещал берег Маклая дважды в 1966 году для заправки топливом, провиантом и прочим. А уже в декабре 1970 года, тогда уже судно зашло на несколько часов сразу на берег Маклая, где как раз-таки проводил свои исследования Николай Николаевич. И участники экспедиции советской тогда установили обелиск или мемориал, посвященный как раз-таки пребыванию Миклуха Маклая в этих краях. И сами советские этнографы, которые уже продолжали традиции изучения Нового Гвинея Николая Николаевича, заложенные, они появились на Новой Гвинеи уже на следующий год. И опять же стоит напомнить, что представляет собой наука этнография. Этнография — это у нас наука, которая изучает и описывает материальную и духовную культуру народов мира. И вот советские учёные-этнографы впервые отправились на Новую Гвинею в 1971 году на научно-исследовательском судне Дмитрий Менделеев. И планировалось, что судно будет отправиться к берегам Новой Гвинеи в июне 1971 года. Отправится оно из Владивостока. И, естественно, в этой связи заранее перед экспедицией, что, естественно, тоже важно учитывать, когда вы будете подавать собственные заявки, в институтах океанологии Академии наук, в институтах этнографии Академии наук и других научных учреждениях СССР заранее началась довольно напряжённая подготовка к этой уникальной экспедиции. И неудивительно, что одним из первых дел поднялся вопрос формирования команды экспедиции. То есть вам тоже, естественно, это придётся учитывать, когда будете отправлять заявки, кто войдёт в ваш этнографический отряд, кто станет его начальником и прочее. И среди кандидатов были известные специалисты отечественные по этнографии, океане. Возглавил экспедицию этнограф Даниил Давидович Тумаркин. И также в экспедицию было решено отправить учёного, который также, как и Даниил Давидович, специализировался на изучении наследия Николая Николаевича Миклуха Маклая, папуасов в Новой Гвинеи Николая Александровича Бутинова. И вот вышло так, что собрав двух специалистов, то есть Даниил Тумаркин и Николая Бутинова, в Академии наук обнаружили, что в стране больше нет этнографов-океанистов. То есть Даниил Тумаркин тогда уже прекрасно разбирался в этнографии, он очень глубоко продвинулся в изучении наследия Николая Николаевича Миклуха Маклая. Но у него на тот момент не было опыта работы в поле, то есть напрямую в месте, где собирается этнографический материал. У Даниила Давидовича не было ни одного выезда экспедиционного, и поэтому прежде всего в экспедицию было необходимо включить опытного этнографа-полевика, который уже совершал выезды с целью экспедиции. И критерии вот в 70-х годах, в принципе, были такие, то есть это был довольно такой крепкий физический человек, который уже выезжал за рубеж, у него уже были контакты с иностранцами, и при этом способный за короткое время вот этот войти в курс дела, подготовиться к изучению целого ряда проблем на Новой Гвинеи. Естественно, это требовало такого хорошего образования, большой выдержки и, естественно, отваги. И в этом случае выбор пал на Владимира Николаевича Басилова, специалисту, например, по шаманству в Центральной Азии. Еще одним этнографом-полевиком, который был включен в этнографический отряд, стал московский сотрудник Института этнографии Михаил Васильевич Крюков. Он был, например, специалистом по этнографии Восточной, Юго-Восточной Азии, особенно Китая, и некоторым проблемам общей этнографии, и он в целом даже проходил стажировку в Китае, и поэтому также имел опыт общения с иностранными учеными, что, естественно, тоже важно. И вообще, вот как шутил сам Михаил Васильевич Крюков, он не только работал в Институте этнографии Академии наук, которая носит имя Николай Николаевича Миклуха Маклая, он еще и жил на улице в Москве, которая также называлась «Улица Миклуха Маклая». Естественно, как он сам говорил, как он мог отказаться от предложения, отправиться в такую экспедицию, учитывая вот такую вот ситуацию, которая преподнесла ему судьба. И вот Михаил Васильевич, в частности, предлагал, например, заняться в экспедиции изучением социальных структур островитян, то есть сбором материалов о системах их родства. И также в состав экспедиции было решено включить антрополога и фольклориста. И так в экспедицию, например, попал Олег Михайлович Павловский, сотрудник Института антропологии Московского государственного университета. И фольклорист был уже из Петербурга, из Ленинградской области. Это Борис Николаевич Путилов. И его коньком, его специализацией был фольклор южных славян, для изучения которого он даже выезжал в Восточную Европу. Сам Борис Путилов, как и Даниил Давидович Тумаркин, они оба буквально болели. Они изучением наследника Николая Николаевича Миклуха Маклая были по-хорошему, по-научному одержимы вот этой темой. Поэтому экспедиция, естественно, благодаря труду всех, и всей вот этой советской команды приобрела такой уникальный характер. И то есть известно, что во время своих путешествий в 1870-1880-х годах Миклуха Маклая составлял словарики языков, изучая их им народу. И чтобы продолжать и развивать эти лингвистические традиции, то есть Путинов, например, рекомендовал в отряд этнографов сотрудника отдела Африки, который Ленинградского уже тогда отделения Института этнографии, Николая Михайловича Гиренко. И до поступления, например, в работу в Институт этнографии, он два года работал в Танзании, в Африке, отлично владел английским, а также одним из наиболее значительных языков африканского континента Суахили, поэтому он, в принципе, легко осваивал новые языки. И тут важно помнить, опять же, что Новая Гвинея, на которую и берег Маклая, на который вы отправляетесь, вы отправитесь в экспедицию, он располагается в южной части Тихого океана, а другие три гвинеи, они уже располагаются в Африке. И, в принципе, всегда действительно важен человек, который легко будет осваивать новые языки. Ну, ему, естественно, также Николаю Михайловичу предстояло помогать в изучении лингвистической ситуации на берегу Маклая. Ну и в целью самой экспедиции стало проведение всесторонних исследований образа жизни и культуры, то есть, например, хозяйственного уклада, социальной организации, материальной культуры, религиозных представлений, фольклора, мифов, легенд, то есть как система образования там построена, обитателей северо-восточного побережья Новой Гвинеи, которая, как мы знаем, называется берег Маклая. И при этом различных островов Океании. Сама экспедиция 1971 года была посвящена двойной ведовщине. Это столетию со дня первой высадки Николая Николаевича Миклуха Маклая на северо-восточном побережье Новой Гвинеи и 125-летию со дня его рождения. Если мы также, опять же, сравним эти даты, мы поймём, что вспомним точнее, что Николай Николаевич Миклуха Маклая отправился на Новой Гвинею, будучи 24-летним молодым учёным. Поэтому вы также должны знать, что не обязательно, чтобы отправиться в экспедицию, нужно прожить очень много лет и так далее. Можно отправиться в экспедицию и молодым учёным, если у вас живой любопытный ум, как и вы, у вас есть вот эта безграничная тяга к познанию мира. Сам этнографический отряд состоял из восьми учёных, и кроме того, к отряду были прикомандированы и специальные кинодокументалисты, которые всё снимали на плёнку. Естественно, всё это также, вот эти моменты, тоже стоит учитывать всегда в заявке. Экспедиция покинула Владивосток 17 июня 1971 года и направилась к берегам Новой Гвинеи. Уже 8 июля судно Дмитрий Менделеев зашло в порт крупнейшего города берега Маклая, города Маданг, где на борт поднялся, например, в качестве куратора сотрудник местной австралийской колониальной администрации. И на следующий день экспедиция прибыла именно к тому побережью, где столетие назад на тот момент проводил свои исследования Миклуха Маклая. И вот корабль у нас подплывает к берегам Новой Гвинеи, спускается шлюпка с этнографическим отрядом. Этнографический отряд у нас направляется к берегу. Тем временем у нас на берегу собралась толпа папуасов, которые настороженно и хмуро смотрят на приближающуюся шлюпку, потому что они не представляют вообще, кто это люди. Однако их настроение резко изменяется, когда они услышат фразу То, что некоторые члены этнографического отряда в некоторой степени смогли изъясняться на местном языке папуасов, произвело очень сильное впечатление. На этом языке говорили в деревне Бонгу. И благодаря записям Николая Николаевича Миклуха Маклая этот язык уже прошел и в российскую научную литературу. И то есть получается, что у нас даже австралийские, например, колониальные чиновники, которые иногда посещали берег Маклая, они не знали этого языка и общались на местной разновидности английского, которая называется Токписин. Да и всего в Папуа-Новой Гвинеи насчитывается 867 языков. А сейчас папуасы знают, что у них, в принципе, большое количество языков, что они все отличаются, и все вот эти факторы они видят странных белых людей, говоривших на родном языке бангуанцев. Но когда новогвинейцы, в принципе, узнали, что это еще и люди прибыли из Таль-Маклай, то есть Таль — это по-бангуански деревня, то есть из деревни Маклай, то есть, как они называли, из России, их радость и удивление возросли, в принципе, еще более. Ученым даже применяли... Важно отметить, что ученым пришлось применить слово «таль», потому что, в принципе, в языке жителей Маклая нет слова, которое обозначало бы страну и государство. Есть деревня, есть соседние деревни, вот для них, в принципе, это тогда было похоже на государство, поэтому советские ученые сказали, что вот мы из Таль-Маклая, мы прибыли из деревни Маклая. А бангуанцы охотно отвечали на вопросы советских этнографов, всячески им помогали. Уникальность подобной реакции папуасов также свидетельствует и о том, что советским ученым не требовалось уже долго преодолевать вот этот психологический барьер между советскими учеными, между жителями берега Маклая, потому что сто лет назад это уже сделал Николай Николаевич Миклуха Маклая. То есть вот настолько важна преемственность в изучении Новой Гвинеи. И в ходе четырехдневной полевой работы советские ученые установили, например, что бангуанцы сохранили основные черты своей самобытной культуры и элементы, и в то же время у них элементы западной культуры, они накладывались на традиционный их уклад жизни. Так, основой, например, их хозяйства оставалось земледелие, рыболовство. Прежними были даже земледельческие оружия, то есть это, например, деревянный кол, там деревянная лопатка, были широко распространены циновки, это плетенные настилы. Они плелись из пальмовых листьев, то есть посуда у них была из дерева, из крылупы, кокосов. Были также глиняные гаджики, например, которые современники Анькач Миклуха Макла еще покупали из деревни Били-Били на Прибрежной. На рыбную ловлю они, например, отправлялись на тех же лодках, на конуе с балансиром, но при этом они использовали и железные крючки, и железные наконечки бамбуковых остров, и все это сделали из гвоздей. В Бонгу, например, даже появилась и начальная школа, там появилась церковь, там появились подобие киосков, то есть все вот эти элементы западной культуры. У местных жителей также были в широком употреблении, например, и металлические топоры, пилы, ножи, одежды европейского покроя, и, в принципе, все это было, естественно, из покупных европейских тканей. Но, кстати, вот отмечают советские этнографы, что бангуанцы по-прежнему ходили босиком, то есть использовались, например, керосиновые лампы, а у старостой деревни был радиоприемник. И вот стоит отметить, что вот это наложение западной культуры на традиционную, оно, в принципе, пусть и привнесло какие-то новшества в жизни в гвенецах, но они как во времена Миклуха Маклая, как в 20 веке, как, естественно, сейчас и в 21 веке, сохраняют свою уникальную культуру. И даже был случай, и также они сохраняют память о Николе Николаевиче Миклуха Маклая. И даже, например, когда был случай, представитель местной колониальной администрации просил советских ученых, чтобы они около мемориала Николая Николаевича не устраивали никаких празднец и так далее, потому что многие жители деревни могли бы подумать, что из-за этого празднества под этим мемориалом могли быть посланы сокровища, которые, как они верили, придут от Миклуха Маклая. Ну и, естественно, с каждым днём советские учёные всё более убеждались в том, что пребывание на берегу Маклая Николая Николаевича оставило большой глубокий след в сознании местного населения. Здесь узнавали о нём с детства, так как рассказы о Маклая передаются от отца к сыну, из поколения в поколение. Там предания о великом русском путешественнике стали важной частью местного фольклора. Бунгуанцы также помнили, что именно Николай Николаевич привёз им первые стальные топоры, ножи, для различной сельскохозяйственной культуры, подарил орудие из железа. И все эти исторические факты, в принципе, запечатлелись в коллективной памяти папуасов и в самом бангуанском языке даже, в которые вошли несколько фонетически изменённых русских слов, то есть, например, схапор, который означает топор, гугруз, который означает кукурузу, и арбуз. То есть арбуз — это... Николай Николаевич сначала им привёз дыню, но они всё-таки арбуз дыни и дыню арбуз назвали одним словом. Ну и, кроме того, к местным названиям культурных растений, например, которые привёз Николай Николаевич Миклуха-Маклай на северо-восточный побережье Новогвине, в частности, огурец, например, там добавлялась его фамилия. То есть, например, огурец там называется дегли-маклай, а тыква называется валю-маклай. То есть вот так вот Николай Николаевич, различные его аспекты деятельности сохраняются в жизни папуасов. Ну и особенно важно отметить, что каждый из восьми советских специалистов, который специализировался на своей отдельной теме, они собирали материал на берегу Маклая по своей же опять заранее установленной проблематике. Но попутно каждый из них интересовался более широким кругом вопросов. В частности, из-за большого объёма исследовательских задач, которые стояли перед экспедицией. Ну и в последний день пребывания этнографов в деревне папуасы устроили в их честь грандиозный праздник с песнями, танцами, пантомимами. На это мероприятие прибыли и другие жители других деревень. И особенно яркой и запоминающейся была пантомима, повествующая о первом появлении Николая Николаевича Миклуха Маклая на Новой Гвинеи. После праздники бунгуанцы уже посетили русское судно Дмитрия Менделеева, там им провели экскурсию по кораблю. И уже 13 октября 1971 года учёные прибыли во Владивосток. Вся экспедиция длилась почти 4 месяца. Советскими этнографиями был собран огромный материал по культурам, обычаям коренного населения берега Маклая. При этом они изучали многие острова еще океане и попутно, поэтому экспедиция была 4 месяца. То есть результаты их исследований были изложены в нескольких научных статьях. Вышла коллективная книга на берегу Маклая. И важно отметить, что вышел документальный фильм. И опять же я об этом рассказываю, в том числе потому, что когда вы проведёте своё исследование, вам нужно будет его как-то донести. И донести не только до научного мира, но донести до широкого круга аудитории. И поэтому уже благодаря этому вы будете представлять, как это можно сделать. Ну и в 1977 году состоялся уже восьмой рейс экспедиционного судна Дмитрий Менделеев на Новую Гвинею в Океанию, в котором кроме учёных океанологического цикла участвовали также и этнографы. Целью второй экспедиции на Новую Гвинею стало продолжение изучения современных культурных особенностей папуасов, то есть их хозяйств, их общественного строя, там демографической ситуации, религии, опять же, фольклора, сбора коллекции предметов искусства новогвиницев. И особое внимание, естественно, было сосредоточено на социологических исследованиях. На этот раз этнографический отряд уже включал в себя пять учёных, и начальником отряда был Даниил Давидович Тумаркин. Ну и, кстати, стоит отметить, перед тем, как попасть на берег Маклая, экспедиция посетила столицу тогда уже независимого государства «Папуа-Новая Гвинея». «Папуа-Новая Гвинея» при его независимости в 1975 году. И поэтому, по сути, у нас советские этнографы тоже прибыли из колониального в независимое государство. И советские учёные на этот раз провели на берегу Маклая уже пять дней. Они проводили различные полевые работы по разным направлениям. Например, Даниил Давидович Тумаркин помимо вот этой координации работы этнографического отряда, он изучал, в принципе, соотношение традиций и инноваций на берегу Маклая, то есть какие традиции сохранились, и что, в принципе, пришло из западного мира. Кто-то изучал, например, элементы социальной организации. Кого-то интересовали социально-этнические, там, демографические аспекты. Кто-то изучал и записывал даже традиционные мелодии, там, звучание музыкальных инструментов. И наряду с традиционными для этнографов методами полевой работы, которые вот я перечислял, они ещё решили воспользоваться, вероятно, впервые на Новогубине методом анкетирования, который тогда стал широко применяться при этносоциологических исследованиях в СССР. Анкета содержала в себе 61 вопрос. Они были, эти анкеты были призваны выявить демографический состав жителей Бонгу, уровень их образования, знания английского языка, там, какая у них миграция населения, какая причина населения, например, какой у них состав семей, то есть какие у них браки, как они имущественно различаются, какое у них есть образование, как они выбирают свою профессию и так далее. Кстати, вот здесь уже отмечена вот эта начальная школа, которая тогда уже была на Новогвинеи. Ну и так учёным удалось собрать сведения о 63 бунгуанских семьях, что, в принципе, составляло 3 четвёртых от их общего количества в деревне. Анкетирование, как и дополнение к традиционным методам исследования, позволило получить более полное представление вообще о вот этих социально-экономических и культурных процессов на берегу Маклая. И более того, было установлено, например, что во времена Миклуха Маклая этническая группа Бонгу жила не в трёх деревнях, как пишется в привниках Николай Николаевич, то есть Гаренду, Бонгу, Гумбу, но ещё на пример было поселение Собанглю, которое было недалеко от вот этих деревень. Например, в сфере сельского хозяйства была обнаружена и растительная система, которую также не указывал в своих дневниках Миклуха Маклая. Ну и помимо покинув деревню, как раз-таки Папуа-Новую Гвинею, советские учёные зашли в австралийский город Брисбан, зачем отправились к другим островам океане, в частности на островах Тонга, например, их местный король собирал балалайки, то есть, естественно, привезли ему советские учёные подарок. И так вот советские учёные благодаря своей экспедиции продолжили вот это наследие Николая Николаевича Миклуха Маклая. Ещё раз хочу как раз-таки привлечь всех к участию в конкурсе. Благодаря также лекциям вы узнаете, как вы сможете подготовить экспедицию на примере экспедиции 19-20-21 веков, но и при этом составить собственный проект своей уникальной экспедиции, которые, вероятно, благодаря которой вас привлекут, и вы привлечётесь к изучению Новой Гвинеи. Сейчас я отправлю в чат 5 вопросов по этой лекции, которые вы уже впоследствии поработаете над ними с учителями. И, в принципе, жду ваших следующих вопросов на следующей лекции, которая будет посвящена исследованию Новой Гвинеи в XXI веке. Отправляю вопросы. Также прошу, кто все эти вопросы видит, запишет и так далее, отписаться может быть в чат, чтобы вы получили эти вопросы, всё хорошо. И будем уже работать на следующей лекции. Субтитры создавал DimaTorzok Вы можете проработать это с учениками в течение урока, или ученики проработают это дома и потом в течение урока, а потом впоследствии мы можем обсудить это, например, на следующей лекции или показать все эти ответы. Так что, естественно, среди многих ответов бывают учеников и уникальные. Так что, естественно, это уже на следующей лекции. Если у вас также есть какие-либо вопросы, я тоже сейчас могу на них ответить с радостью. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вам спасибо, до свидания. Мы ещё тут минутки три, я думаю, побудем, чтобы все вопросы успели записать. И будем на этом прощаться. И да, также хотел бы ещё пару слов сказать об тех же этапах конкурса, например. То есть важно подчеркнуть, что до начала конкурса ещё около 20 дней, даже, может быть, чуть более 20 дней. Так что у вас есть время проработать свои экспедиции максимально тщательно. Естественно, не совсем торопиться, потому что времени, естественно, и участников, естественно, всем всего хватит. Поэтому советую в этом плане особенно тщательно отнестись к работе, не торопиться и со спокойной душой всё это сделать и отправить. Например, вот в апреле-май как раз вы будете отправлять форму с описанием вашей экспедиции на Америку Маклая. И где-то 15 июня мы уже подведём итоги конкурса. То есть экспертный совет это сделает, там уже в экспертном совете и я, и Николай Николаевич Миклуха Маклай, и сотрудники Российской Академии Наук. И уже 17 июля мы проведём торжественное награждение победителей. Естественно, каждая заявка будет рассмотрена соответствующим способом, то есть всем абсолютно всегда будет уделено особенное внимание. Заявки отправляются у нас на специально созданный сайт проекта «Экспедиция Миклуха Маклай.ру». Да, хотел бы уточнить, все ли записали вопросы. Спасибо. Отлично. Я думаю, на этом мы завершаем лекцию. Спасибо вам за то, что приняли участие. Ждём на следующих мероприятиях. Спасибо. 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 Спасибо.